Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям, по вторникам у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы ждем звонков ваших, как и прежде, как и обычно. Может быть, стоит нам вернуться к предыдущему нашему разговору, к предыдущему звонку. Напомните или мне напомните? Ну, может быть, вы скажете, Елена? Ну, если я что-то от себя начну придумывать, тогда вы меня поправите. Насколько я помню... Я придумаю от себя тогда, да. Да. Нам позвонила Нелли Ивановна с вопросом о своем муже. Его поведение, его отношение к своей нынешней жизни, она определяет как серьезную проблему, потому что он теряет интерес к жизни, уйдя на пенсию, ему ничего не хочется. При этом, когда она высказывает свое беспокойство по поводу изменения его эмоционального состояния какого-то, да, и, может быть, какой-то мотивации к жизни, он отвечает, что у него все хорошо, у него никаких проблем нет. И она обратилась за советом, за помощью, стоит или не стоит его вести к психотерапевту. Ну, я надеюсь, возможно, Нелли Ивановна, вы нас смотрите, и если мы будем неточны, как-то поправите. Мне кажется, вопрос был еще в том, что делать. Что делать, да. То есть не только вести или не вести, а что делать. И наша прошлая передача была отчасти посвящена тому, как мы рассуждали, я рассуждал, пробовал о том, как можно, ну, помочь, что ли, да, обратиться, какие можно сделать движения в эту сторону. Потому что, ну, обычно я попробую воспользоваться ситуацией Нелли Ивановны как модельной, она действительно характеризует часть, определенный такой корпус вопросов, да, похожих вопросов. Можно было бы их собрать вот под таким, коротким, может быть, описанием. То есть я вижу, что у тебя есть проблемы, и мне кажется, что тебе нужно с этими проблемами куда-то обратиться. А ты этих проблем не видишь. Ну, не хочешь видеть, не признаешь и так далее, да. То есть там есть я и ты, там есть два человека, это могут быть супруги, это могут быть родители ребенок, да, брат с сестрой, ну, то есть руководители, подчиненные, да. Вот, и одному человеку видно, ну, вроде бы, я так скажу, да, то есть мне видно, что у тебя есть проблемы какие-то. Такого-то плана, да, я когда к тебе обращаюсь и говорю, слушаю, у тебя есть какие-то проблемы, это может быть напрямое обращение, это может быть какой-то такой завуалированное, это могут быть использованы уже все подходы и завуалированные, и прямые, и так далее. И вот мы пробовали, по сути, Нелли Ивановна таким образом сформулировала для нас вопрос, ну, собственно, наверное, так он для нее существует. Вот, что мне нужно сделать или как быть в этой ситуации, чтобы вот каким-то образом, потому что я переживаю за своего супруга, я переживаю за своего близкого человека, для меня очевидно, там, какие-то изменения в его жизни. И вот я хотел бы, но все мои попытки наталкиваются на непонимание или безразличие, или давай об этом не будем говорить, да, такое игнорирование. Вот, и я еще раз напомню, что, наверное, в прошлый раз, я не знаю, насколько хорошо, ну, неважно, да, я имею в виду, неважно оценивать это хорошо, или мы попробовали постараться, как адресоваться к этому мужчине. Ну, мы пытались выяснить, какие шаги Нелли Ивановна уже предприняла, да, обращались ли к неврологу с этой симптоматикой, которая проявляется. Да, сегодня я бы хотел развернуть ситуацию на 180 градусов, может быть, развернуть ее в другую сторону, и вот о чем поговорить. Может быть, это нам как-то поможет продвинуться. Вот я о чем. Если, ну, во-первых, мы пользуемся этим словом «проблема». Здесь есть какая-то проблема, и эта проблема видна тому человеку, который нам звонит, в данном случае Нелли Ивановне. То есть, по большому счету, мы можем говорить, что у Нелли Ивановны есть проблема. Что это значит? Это значит, что она эту ситуацию воспринимает как трудную, как требующую каких-то решений и так далее. Супруг, очевидно, таких, так ее не воспринимает. Почему я говорю, что это модельная ситуация? Потому что это может быть абсолютно в каких-то других моментах. Родитель говорит своему ребенку. Ребенку при этом может быть разное количество лет, да. Я вижу, что у тебя трудность, ну, не знаю, там, с играми, да. Ребенок говорит, у меня нет трудностей с играми. Я нормально с этим занимаюсь, да. Да неважно, трудности с поведением своим, да. У тебя какие-то трудности с обществом, с взаимодействием, неважно, да, со здоровьем и так далее. То есть, как будто, и так можно сказать, что так иногда бывает, что людям со стороны что-то виднее. Ну, потому что у них просто другая точка зрения, да. И они говорят, вот тебе нужно что-то с этим делать. А тот, к кому они обращаются, этого не видит или как-то это по-другому воспринимает и не считает, что с этим есть какая-то трудность. И вот после этого начинаются всякие сложности. Собственно, человека начинают атаковать, человека начинают как-то, как я уже сказал, агитировать. Так или иначе, да, оставляют, может быть, в покое. Есть такие рекомендации. Ну, оставьте своих близких в покое, да. Ну, как оставить, если ты каждый день вот сталкиваешься, встречаешься, видишь, например, угасание. Вот. И по большому счету, если говорить о, в том числе, о психологии, наверное, решение проблем начинается с того места и с того человека, который видит это как проблему. То есть, по большому счету, можно, или по другому счету. Можно пригласить Нейлеванну к разговору или порекомендовать ей разговор со специалистом, с психологом, например. И попробовать прояснить, в чем для нее проблема в том, о чем она говорит. Как она эту ситуацию проблематизирует, да. Слово «проблематизировать» указывает на то, что я каким-то образом перевариваю ситуацию и вижу ее сложность, вижу ее невозможность к текущему существованию. Да. Мне нужно как-то в нее вот вложиться. И мне кажется, что это очень, ну, продуктивный, может быть, хороший подход. Его можно даже к себе обратить. Ну, подумайте, ведь это моя проблема. Бабушка звонит по поводу внука и говорит, мой внук, там, не знаю, дерется, да. Или мой внук прогуливает школу. А в чем ваша проблема, спрашивает специалист. Иногда это, конечно, вызывает раздражение у людей, но можно немного заглянуть за это возражение, да. И человек спрашивает, в чем ваша проблема. Моя, нет никакой проблемы у меня, это у него проблема, да. Это он там прогуливает или он дерется, или с ним что-то происходит. И вот это вот иногда очень замечательный разговор, потому что вот этот факт отрицания, у меня нет никакой трудности, это у него трудность. Он в какой-то смысле зеркальный, потому что тот человек говорит ровно то же самое. У меня нет никакой трудности, это, вероятно, у тебя какая-то трудность. Это ты мне что-то возлагаешь, да, ты что-то приписываешь, что-то хочешь от меня, чего, там, я, может быть, уже не хочу. Вот, и говорю я об этом, ну, хотя бы в связи с тем, что это тот способ, иногда может быть единственный, когда что-то может начать двигаться. Ну, в подобной ситуации. Ну, как мне кажется, нередки случаи, когда движение как раз и начинается с того человека, который пришел поработать со своей проблемой. Ну, вот пришла супруга, например, и говорит, вот у меня проблемы с мужем, да, но она, пытаясь найти ответы на свои вопросы, она их находит, потому что ей становится более понятно, что она может делать. То есть ей не специалисты это подсказывают, она сама находит ответы на свои вопросы. У вас очень горячий пример, Елена. Я попробую по пунктам, чтобы нам где-то там внутри примера можно было пожить немного. Приходит супруга, например, и говорит, мой муж слишком много задерживается на работе. Специалист спрашивает, в чем ваша проблема? Она говорит, у меня нет никакой проблемы. Он приносит в нашу семью проблему. Если бы он не задерживался на работе, никаких проблем не было. Или он выпивает, или у него какая-то интрижка на стороне возникла, да, ну и еще какие-то ситуации, да. То есть это он приносит в нашу семью какие-то проблемы. Я бы хотел, чтобы вы с ним пообщались. Можно я запишу к вам его на следующий раз? Правда, он пока об этом не знает, но мы сейчас с вами договоримся. Я приду и ему скажу, что, в общем, вы тоже видите, вы тоже на моей стороне, в общем, видите, что наша семья начинает вот так вот пульсировать на грани, там может быть разрушение, потому что он задерживается с работой. Ну и мне психотерапевт сказал, что тебе надо к психотерапевту. Да, да. Это иногда как будто должно стать аргументом. Иногда действительно супруг приходит, потому что, ну, вроде бы как его позвали. Ну, это там такая отдельная ситуация. Вот. И вот у меня проблемы нет. Проблема у моего партнера, у моего близкого человека. И это до определенного момента тупиковая ситуация, потому что возвращаясь каким-то образом пообщаться с супругом Нелли Ивановны мы не можем. Хотя все дороги ведут пока, по крайней мере, к нему. Нелли Ивановна о своей трудности сказала. Моя трудность в том, что у него есть какие-то изменения, да. И дальше это тупиковая ситуация. Нам вроде бы говорить больше не о чем, потому что если, ну, как я уже сказал, спрашивать, в чем ваша трудность, ну, я переживаю, например, да. Ну, а в чем ваша... Ну, то есть вот из этого может вырасти какая-то работа. Я уже об этом сказал психологическое. Другой вопрос, что немного людей, ну, по большому счету, неважно, много или немного, но когда люди начинают обращаться за... Ну, то есть осознают, в чем их собственная трудность по поводу той ситуации, да. То ситуация каким-то образом начинает двигаться, начинает по-другому звучать, начинает по-другому восприниматься самим человеком и так далее. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Вы можете присоединиться к нашему обсуждению, предложить какую-то свою тему. Может быть, у вас есть какие-то похожие ситуации, и вы готовы поделиться своим жизненным, да, или психологическим опытом, какими-то своими находками. Есть еще один момент, о котором я хотел бы сказать в связи с этим, в связи с тем, что мы обсуждаем. Сейчас попробую к нему подобраться. Вот если вернуться к этому разговору о том, что у Нелли Ивановны есть проблема, а у супруга нет проблемы. И у меня возникает вопрос, я бы его, может быть, задал. А почему у супруга нет проблемы в связи с тем, что проблема есть у Нелли Ивановны? Ну, грубо говоря, почему в системе, которая... Я сейчас рассматриваю семью как систему, как нечто целое. Почему в системе, которая состоит, ну, например, из двух людей, одна часть системы, то есть супруга говорит о проблеме, а другая часть о проблеме не говорит. То есть, что это значит? Значит, проблема Нелли Ивановны не распространяется на супруга. Каким образом тогда она действует, чтобы супруг не ощущал проблемности своей жены? Я скажу по-другому. Я вас понимаю, но мне кажется, нужно немножко пояснить, как-то и попроще разложить для наших телезрителей. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, что тот человек, который приходит и говорит, что его партнер, родственник, ну, у него проблема, проблема, по большому счету, у самого человека, у самого жалующегося. То есть жалуется тот, у кого есть проблема, да? Каким образом он выстраивает отношения так, чтобы того человека его проблема не касалась? Ну, то есть я говорю, Алексей, у меня с вами проблема. Вы мне говорите, Елена, у меня нет с вами никакой проблемы, да? Я говорю, ну, как же так? Мы сидим в одной студии и делаем одну программу, и я чувствую, что у нас проблема, я переживаю, а как будто бы мои переживания вас совершенно не касаются, что мне с вами трудно, ну, условно говоря. Если бы вы обратились за помощью к специалисту, я бы среди первых вопросов задал вот такой. Елена, что вы делаете, как вы это делаете, чтобы у вашего партнера Алексея не было проблем с вами? Хотя у вас проблема есть. Каким образом вы себя ведете, может быть, что вы говорите, чтобы у вашего партнера не было проблемы, хотя у вас есть проблема, да? И мне кажется, что этот вопрос, эти вопросы очень хорошо нас подвигают, могут подвигнуть. Ну, потому что их формулировка, она достаточно необычная, она как-то разворот такой делает, да, на человека, на самого себя, и это, наверное, не самый привычный взгляд для нас. Мы обычно смотрим вот на другого и на него проецируем часть своих каких-то внутренних вопросов. Я сделаю большой шаг. Если нужно будет, мы вернемся к рассуждениям. Это к ответу, может быть, еще один ответ на вопрос Нелли Ивановны, что нужно делать в этой ситуации. Я думаю, что как только Нелли Ивановна станет проблемой для своего мужа, может быть, он обратится за помощью. До этого, ну, у него все хорошо. До этого нет необходимости этого делать. То есть до этого момента, возможно, он и откликнется на переживания Нелли Ивановны, сходить к специалисту, психологу или психотерапевту. Потому что это тебе нужно. Да, но это будет формальный подход. Потому что он не пойдет решать свои собственные вопросы, он пойдет помочь супруге решить ее вопросы, наверное. Но мы сейчас думаем, Нелли Ивановна, за вашего мужа, с которым мы знакомы только заочно, пытаемся почувствовать себя в его... Да, и мы взяли смелость до себя обсуждать эту семью, используя звонок. Да, по крайней мере, я могу сказать, что я в некоторой степени реконструирую ситуацию, что это значит. То есть, пользуясь опытом предыдущих каких-то общений, которые, конечно, всегда уникальны, все семьи уникальны, все коммуникации. Но какие-то общие закономерности, какие-то общие моменты существуют, и мы можем об этом говорить. И вот эта ситуация, когда те, кто приходят и говорят о проблемах о своих партнерах, о своих близких, и при этом, может быть, не задумываются, почему у тех нет проблем. Ну вот, мне очень интересен этот вопрос и в рамках нашей передачи, и в рамках собственной жизни, да, и в рамках, естественно, профессии. Ну, очень интересный вопрос, на самом деле, потому что я подумала, что если я найду ответ на вопрос, как я делаю ваше пребывание или работу в студии без проблем, и у меня сформулируется какая-то модель моего поведения, то, возможно, я тогда буду ждать от вас этой же модели по отношению ко мне, чтобы вы делали то же самое, чтобы я не чувствовала проблем рядом с вами. Ну и тогда как будто бы я лишаю вас индивидуальности. Я думаю, что можно задавать вопрос не только как, но и зачем. Зачем и как... У нас звонок, Алексей. Отлично. Здравствуйте. Добрый вечер. Наливана, здравствуйте. Да, Наливана, здравствуйте. Да, 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 я хочу ступить, я слушаю вас. Вы знаете, в общем-то, много о чем вы говорили, в общем-то, я согласна с тем. Я тоже думала о себе, что это моя проблема. Ну, может быть, мои ожидания, того, что когда он выйдет на пенсию, не будет такого, как бы, спального района, а будет более как-то осверленная жизнь. Ну, более активный, что ли, образ жизни. А здесь, в общем-то, наложилось то, что как-то и возрастные изменения, понятное дело, я принимаю их. И как-то, в общем, спящий район. Спящий спальный район, вы так назвали, да, Наливана? Ну, типа того, да. Если вы... Мне очень нравится это название. Если вы не против, мы сегодняшний ролик, вот этот, это видео... Да, программу, потому что в Ютубе размещается весь архив, и мы каждую программу называем. Да, это очень-очень такое хорошее название. Спящий район? Ну, или спящий, или спальный район, да. Спальный район. То есть, ваши ожидания... Да, ага. Еще, ну, почему я, в общем-то, понимаю, ведь этот вопрос, потому что мужчины, уходящие на пенсию, но в этом возрасте примерно, ведь они уходят уже не просто на пенсию. Их нет. Уже нет. Вы... Я сейчас, может быть, резко скажу, Нелли Ивановна, они уходят умирать? Да. Да. Здесь одинокие женщины остаются, и поэтому у меня страх потерять своего мужа, я хочу, чтобы он жил. А жизнь – это какое-то движение, какое-то участие, ну, хоть в чем-то. В семье, Нелли Ивановна, мужчины с работы уходят, может быть, для того, что... И есть какое-то ожидание для того, чтобы вернуться в семью после 30-40, я не знаю, скольки лет работы, когда он... Когда его семьей был коллектив, когда его семьей была работа, и тут, наконец, он, ну, вот, должен прийти и, ну, какую-то часть жизни, времени не умирать, а вот, ну, побыть вдвоем с ним. Вот и я хочу этого. Я же не сразу забил, я, ну, два с лишним года уже ждала, просто присматривала, как вот он будет. И как-то... Для меня как-то идет какая-то деграда от тебя, собственно, говорили. Нелли Ивановна, я в этот момент, когда вы сейчас говорите, думаю, что я очень... Мне интересно, и может быть, этот звонок случится, нам сегодня или в какой-то другой момент позвонит мужчина, позвонят мужчины, которые, может быть, скажут, уходят... Я по-мужски, мне интересно, уходят ли... Уходим ли мы умирать? На пенсию? Или мы уходим за чем-то другим? Ну, я сейчас объединяю мы, наверняка все по-разному, но вот эта вот тема, она, кстати, очень такая, наверное, животрепещущая, потому что мужчина... Мужчина. Да, это символ состоятельности работы, работы руками. Да, да. И когда... Что такое мужчина семейный? Семейный человек. Про них даже фильмы вроде бы не снимают. Про них снимают фильмы, когда они на посту где-то, да? А когда они... Ну, или когда они героями становятся. Да, вот. Поэтому это очень... Очень такой важный вопрос. И тогда это вопрос женщины, которая не хочет остаться одна, которая хочет дождаться мужа с работы в прямом и переносном смысле. Он почему-то не хочет, как будто не хочет жить, двигаться. Вот. Вот я бы этот вопрос вот в таком подвешенном, наверное, состоянии и оставил. А что с надеждами, Нелли Ивановны, если можно об этом? Про ожидания. С надеждами, с ожиданиями, что вот будет как-то по-другому. Как вы с ними живете, если можно об этом? Ну, какие ожидания? Что будет более размеренный образ жизни. Пусть он отдыхает столько, сколько может, сколько хочется организму. Пусть делает то, что хочется. Занимается, чем хочется. Ну, пожалуйста, вот, все дороги. Ну, а как-то вот, ну, нет этого движения. А что с этими ожиданиями, когда сейчас в течение двух лет вы уже понимаете, что им не суждено или, может быть, пока понимаете, что не суждено сбыться, что они вот, ну, простаивают. Как это отзывается вас? Во мне? Да. Неоправданные ожидания, неоправдывающиеся сейчас, не подтверждающиеся. Мне иногда хочется, знаете, влечь и сказать, что я заболел, я помираю, что хочешь, то делай. Вытаскивай меня. Может быть, он потом зашевелится. Это как в трагедиях, когда мужчине нужно спуститься в царство мертвых за своей любимой женщиной, да? Ну, то есть... Ну, типа там, вытаскивать, помогать и как-то там... Вы, по-моему, в прошлый раз сказали, это было важно, видимо, что он оживает, ну, когда вы заболеваете... Когда мне плохо. Да. То есть, такая активность пробуждается. Ну, там мы вместе пострадали, в общем-то. Ну, как бы, более... Ну, более, скажем, одзивчивостью. Угу. Угу. Ну, не то, что не в одзивчивости даже делать. Надо... Даже вот на это проблема не только в моей семье. Я же вижу мужчин, которые очень мало здесь у нас остались. Я обращаю внимание на возраст примерно. Мой, моего мужа, вот... Они какие-то вот, ну, непрекаянные. Ну, они выйдут, они посидят. Нету таких мужских собраний, клубов там, что женщины могут выйти, пообщаться, там, поразговаривать. А у них этого нет. У них никак не заложено вот это все. И поэтому переход с работы и вот именно на пенсию ну, у них как-то все это сложно. Угу. А как-то так вот, вот я даже не знаю, куда его... Чем увлечь, как увлечь. Чем увлечь, кроме смерти? Да. Ну, такой медленного... Ну, приближающийся. Ну, Илья Ивановна, спасибо вам за сегодняшнее включение и за то, что, ну, на мой взгляд, вы дополнили эту историю. Я думаю, что она будет вот здесь где-то присутствовать, эта история висеть. По крайней мере, я знаю, что я к ней буду как-то мысленно адресоваться. Может быть, те люди, которых вы видите в своем подъезде, где-то рядом соседи, может быть, неизвестные, откликнутся. И у нас этот разговор продолжится. О жизни он будет, о смерти? Не знаю, наверное... О жизни, конечно. И хотелось бы, чтобы этим людям было понятно и как-то... Ну, может быть, иногда в разговорах необходимо появиться смерти, чтобы начать говорить о жизни. Нельван, вы еще с нами, да? Да. Вот мне вот сейчас такая мысль в голову пришла, можем ли мы сюда заглянуть? Вот логика такая в нашем разговоре меня сейчас видится. Я пытаюсь себя представить на вашем месте, и вот я смотрю в сторону мужа, он какой-то вот потерянный спит. Я смотрю на других мужчин вокруг, они все спят. Ну, и, может быть, женщины примерно такого же возраста. И они не двигаются, они не живут. Мне хочется, чтобы они как-то задвигались, и, может быть, моя жизнь бы задвигалась. Если рассмотреть это в другой последовательности, как вы создаете жизнь, поделитесь, чем вы живете, что вас вдохновляет. Если можно, то кратко, потому что у нас время заканчивается. Меня заставляет жить, в общем-то, чисто женские, такие дела. Очень женские. Это дом, забота о дочери, внук, родственнике, малое количество, и, естественно, первым вместе муж. Но мы о женских делах, если можно будет, поговорим еще, да? Вы к нам, я надеюсь, присоединитесь, потому что мне очень интересно про женские дела, и не хочется это комкать, а времени не очень много, насколько я понимаю. Немного. Спасибо. Спасибо за участие. Спасибо, Нали Ивановна, за звонок. Да. Пора подводить итоги. Одна у вас, Елена, тоже про женские дела, потому что это всегда интересно. Я сегодня подумала в разговоре, у меня мысль мелькнула, что у женщин иногда не бывает возможности о чем-то задуматься, остановиться, потому что необходимость обеспечивать быт, она ежедневная. Необходимость обеспечивать жизнь мешает подумать о жизни, да? Возможно и так. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Спасибо, Нали Ивановне, большое за участие, за обратную связь какую-то, чтобы наши разговоры здесь не были только вдвоем. За продолжающееся участие. Спасибо. Берегите себя. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова